Россия и Беларусь могут ввести единую визу по принципу шенгенской. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании Совета Министров Союзного Государства. Одной из основных тем стало расширение торгового партнерства. Как отметил глава российского правительства, рублевый товарооборот за год вырос на 20%. А на продовольственном рынке Беларусь, как и другие участники Евразийского экономического союза, успешно заполнила нишу, ранее занятую европейскими производителями. По итогам заседания Дмитрий Медведев также напомнил, в отношении Украины до сих пор действуют торговые преференции. Но если Киев до конца года не изменит решение об ассоциации с Евросоюзом, придется перейти на обычный режим. В настоящий момент количество товаров, которые поставляет Украина на европейский рынок, не увеличилось. А по отдельным, наиболее конкурентным позициям, например, по таким, как зерно и некоторые другие сельхозпродукты, наши соседи меньше поставляют, чем это было до подписания соглашения об ассоциированном членстве. Почему? Потому что в отношении Украины Европейский Союз ввел квоты. Ну вот, такие преференции для украинских поставщиков. Они сами должны выбрать, значит, как им дальше жить.